Это единственный гол, забитый соперниками уфимской команды «Беркут» ворота «Зенита» в матче 1-8 финала Кубка Республики Башкортостан. Напряженный первый тайм, закончившийся одним голом в нашу пользу, дал молодежи «Зенита», а именно таким составом начали играть наши ребята, надежду на сухую победу. Но не тут-то было. На 51-й минуте матча уфимцы все же забили мяч в наши ворота, сравняв счет. В принципе, планировали сыграть сначала молодыми ребятами, так как кубковая игра, она идет вне календаря от чемпионата, и чтобы немножко сэкономить силы, хотели, чтобы у нас молодые ребята поиграли. Поэтому первый тайм мы 100% планировали выпустить молодых ребят, они в принципе и сыграли, забили гол, но немножко видно, что было не получалось именно в комбинационной игре, в какой-то рисунок немножко не получалось игры. Перерывы вроде поговорили, друг друга поняли, какие моменты надо было отработать, но во втором тайме уже сразу где-то на первых минутах пропустили гол. Поэтому, отыграв молодым составом около 60 минут матча, тренер команды Олег Широков принял решение выпустить на поле ребят с основного состава, и игра сразу же начала принимать совершенно иной поворот. Оставшийся матч, а также добавочное время, команда «Белоголубых» уверенно держала соперников, не давая им шанса на забивание. А сами «Зенитовцы» в свою очередь радовали болельщиков одним голом за другим. Ну и сам момент для наших опытных игроков, это, конечно, получилось в плане тренировочной игры с реальным соперником. Ребята отработали различные ситуации, ну и особенно в атаке постарались. В принципе, счет сам себя, говорят, 4-1. В принципе, были любые моменты. Могли и больше сделать, но не получилось. В принципе, этого достаточно было. Если говорить об игре нашей молодежи, то работать есть над чем. Такая наигровка с опытными командами, она необходима, говорит тренер. Она дает возможность игрокам привыкнуть к натиску соперников, почувствовать сильную игру, понять, что нужно корректировать. Где-то потеря мяча из-за того, что было неправильное решение, где-то потеря мяча из-за качества технических приемов. Опять же, есть определенный, наверное, момент в переживании. То, что это неизвестная команда была, поэтому, может, ребята немножко переживали и поэтому не получалось. В принципе, и сам кубок, он является отдельным турниром от чемпионата, если так вот сравнивать их. Их единственное, что объединяет чемпионат РБ и кубок РБ, это то, что победители играют между собой в суперкубке. Наша основная задача тех ребят, кто постарше в команде, помогать молодым. Все-таки у нас академия, которая развивает молодежь. Поэтому, где-то, возможно, показалось, что было немножко посложнее из-за того, что первый тайм, где-то большая часть игры, минут 60, играл не основной состав. Ребята, которые подходят к команде, сыграли они достойно. Ну, хотелось, конечно, закончить игру в основное время. Да, ну, немножко не повезло. Может, не вошли сразу в игру. Вот мы, ребята, которые вышли на замену. А в дополнительном времени уже взяли свою. Далее, уже 10 июля «Зенит» сыграет матч с булгаковской командой «Жемчужина». А это значит, что у молодежи не так много, но все же есть время для работы над ошибками. Нужно также отметить, что игры Кубка проводятся при поддержке предприятия «Газпромнефтехим Салават». «Газпромнефтехим Салават» – мы здоровы, мы сильны, мы энергия страны. Светлана Халитова, Рустам Гайнанов, телекомпания «Салават».